В Орске состоялась 17-я городская экологическая конференция «Жизнь в стиле эко». В мероприятии приняли участие школьники и студенты. Выступающим предстояло защитить свой исследовательский проект на важную тему, которая так актуальна для нашего города и для нашего региона. Со вступительным словом перед участниками конференции и гостями выступил глава Орска Василий Козупица. Приятно, что после такого некого перерыва, который не по нашей линии так произошел, потому что тут пандемия мешала и так далее. И мы с вами собираемся для того, чтобы обсудить эту очень важную, сложную тему для всех, для нас интересную тему. Вопросы экологической составляющей не только города, но и экологического образования имеют очень важное значение для всех нас. На городской конференции звучали разные темы, касающиеся экологии. Выступающие говорили о проблеме мусора в городе, про озеленение города, про благоустройство разных территорий и не только. Так, например, ученицы первого класса Анастасия Волкова и Анна Лисицкая под руководством своего учителя Ирины Синюгиной разработали исследовательский проект под названием «На аллее России цветет тюльпан Шренко». Школьницы рассказали об истории этого прекрасного первоцвета, о том, насколько важно сохранить его в природе, и ответили на актуальный вопрос, почему же тюльпаны Шренко нельзя срывать. В общем, ученицы первого класса затронули все важные аспекты своей темы. Тюльпан – самое красивое растение полей. Люди считают, что не наносит вреда, когда срывает цветы бережно, не повреждая луковицу. Но это абсолютно неверно. Основной способ размножения тюльпанов – семена. Поэтому каждый сорванный цветок – это десятки покрыли на будущих растений. Остановить такое отношение к природе, нашей степи – вот основная задача нашей работы. Лазаревый цветок или стихнотик аншерана. Гипотеза. Если школьники и дорожане узнают о том, что тюльпан Шренко занесен в праздных книгах, то люди перестанут срывать весной эти цветы. Этапы исследования. Первый этап – ноябрь-декабрь 2021 года – изучение литературы и интернет-источников по теме исследований. Второй этап – январь-марь 2022 года – практическая работа. Третий этап – апрель-май 2022 года – оформление инвестиций работы. Ну и напоследок хотелось бы добавить – в настоящее время важно не только создавать что-то новое для улучшения экологии, но и всеми силами необходимо сохранить то, что уже есть. Алина Валюлина, Николай Баранников, Служба информации, ТРК «Евразия».